Дура! Дорога была перекрыта в связи с опасностью лавин, лавины будут на Синовском перевале. На дорожные службы в этой зиме конечно грех грешить. Вид замечательный. Голубые горы. Южный склон свободный от снега. Северный склон. Снежная кучка. А едем мы по Сношной, да? Это не нарушение, если тут невозможно ехать? Я думаю, нет. Это не нарушение. А вот тут даже вот так, представляете? Они бедные даже не могли ее реально вот тут стистить, потому что ну это невозможно. Это не тонны, там мегатонны снега были. Да я премию огромную. Смотрите все-таки дорожные службы, которые я честно их хвалю. Молодцы. С утра до вечера. Это не шутка, ребята. Работа такая. Но это благодарная работа. Мы им очень благодарны. Вот так вот чистили дороги они. А вот тут те мегатонны даже не под силу было вот таким махином взять. Ну нереально. Там с горы когда наметает. И поэтому там сделали такой объездик. А теперь обратите внимание на такую панораму. Вот это панорамочка. Жителям Москвы. Центральной России. Нереально ее увидеть. Ну так только на Кавказ если доехать. Там ближайший горный массив. Какой? Урал. И на Урале даже я таких дорог, честно говоря, не знаю. С такими панорамными видами. Не, ну вообще есть там, да. Возле Челябинска согласен ездить. Там гирающих бандиты. Нас все пугали, но там повезло, не повезло. Я в них не попал. Это мы слышим Чехова. А вот так выглядят знаки. Но вот этот знак еще видно. А вот остальные знаки. 5 км, да? 5 км даже не видно. То есть вы представляете, да? Величину снежного покрова. И вот это, кстати, у нас неплохое тоже ущелье. Неплохое ущелье. Вот в России есть такое. Мы проезжали. Там, правда, Красный называется. Красные ворота. Вот это я бы назвал Серебряные ворота. Потому что они под солнцем. Вот эта порода. Сланец называется он, да? Он блестит вообще. Блестит таким серебряным цветом. Серебристым. Ну да, вот это такое ущелье, кстати, одно, по-моему. Больше по дороге на Алтай такого не будет. Здесь конкретно они взрывали и прорубали эту гору. Вот так выглядит мини-лавин. Не шутка, конечно. Но вот такие снежные... Да все, полиция. Снежные камы, которые сваливаются с гор, они делают вот такие следы. А так на всех горах. На одной было вообще много-много. Ну, видите, не везде остановишься еще. Хорошо, что мы поехали во вторник, не воскресенье. Машинники не мешаются ни сзади, ни спереди. Но тут невозможно. Вот это не брустер, ребята. Даже такого не было. Вот видите, тут горы. Поэтому тут гораздо будет больше снеговые стены. Это реально тут величиной из КамАЗ и из БелАЗ и во все что угодно. И поверьте, это не гора. Это вот с горы. Это с горы. Снеговой такой настил. Лучше с сопки, да? Вот эту панораму тоже сними. Под солнцем вообще она красивая. Не переживает. Получается красивый горный. Горный фильм такой. Горная чашка. Это мы забираемся сейчас тоже перевальчик, а потом будем спускаться. Решили вот там сорок их видно не видно, но вряд ли их видно. Просто черно-белая краска замечательная. Не забудьте. Касатки, панды, пингвины, сороки, березы. Это все черно-белая краска. Уникальное сочетание. Вот такие милые производят рисунки природные. Но шуганные они. Мы пытаемся остановиться. Вот совсем. Их просто миллиард. Они реально на дороге. Потом прыгают красиво на снег. И на снегу очень красиво смотрятся на бруствере на это. Здесь тоже посмотрите. Вот как снег прям на величине. Вот окошко. Да не просто окошко, а выше машины. Но это легковой. И здесь строили дорогу новую. Вот на то ущелье наведи. Они свернули все свои работы. Потому что то, как называется? АБК автодор. Ух ты даже. АБК. Приносит извинения за время и удобство. И желает вам счастливого пути. Они начали строить дорогу. Вроде бы дошли практически. Ну далеко дошли. Мост там что-то. И да, и природа охрана их завернула. Потому что мост через речку им не решают строить. Якобы я не знаю тонкости. Не буду вас обманывать. Ну я думаю такие потраченные деньги. Скорее всего. Наверное. Просто так. Это не будет. Поэтому скорее всего эту дорогу запустят. А эта дорога преодолевает два. Да. Два перевала. Осиновский. И еще сейчас. Мы сейчас вам их покажем. Эти перевальчики. Они в принципе да. Как бы не очень удобные. Не знаю как они. Зимой. Если честно мы сейчас там думаем. Мы вообще первый раз в жизни на своей машине едем. Я ездил с товарищем. Борис такой пак у меня есть. Три раза. Но на джипах. А вот на легковухе. Первый раз. Для меня. Люди которые ездят сюда бывают ежедневно. Жена Заряновские. То есть Алтайские. И большинно Римы. Ну много деревень. Там еще Котон. Для меня герои. И вот эта дорожная организация. Которая рыла-рыла. Вот эту гору. И прорыла кстати. Будем надеяться что они закончат дорогу. Мы все слушаем Чехова. И вот это первый перевальчик. Который. Часто эта дорожная организация хочет преодолеть. По-моему это Осиновский. Что-то я уже. Ну он такой неплохой. Такой интересненький. По нему я уже езжу лет. Сколько это мне если. Лет. Тебе 53. 53 да. Лет 20 я начал. Но 35 я точно по нему езжу. А ну минус 7 да. Значит. 7 лет я имею ввиду. Институт и армия. Минус институт армия. Значит. Лет 28 точно я по нему езжу. И ездит в Веческом Нагорск. Зимой если честно. Первый раз в жизни товарища я еду. Ну а собственно автомобиль на чужих то я ездил. Еще раз повторюсь. Ну интересненько. Если честно. И в такую снежную зиму. Очень здорово. Вот сейчас эти три поворотика и все. И мы будем. Царь горы называется. Будем мы. Все. Вот она. Царь гора. Да. Выше Камаза. Сюда даже не заберешься. Хотя там есть площадочка. Но площадочка засыпана снегом. Сейчас внизу мы снимем вам. Где там продают шашлык. Чебурики. Ну вот тут тоже здоровский поворотик. Первый раз я в таком виде его вижу. Ну вот тоже как бы харчевня. Ну нормально. Она не сильно занесенная снегом. Хотя сверху гора то тоже у нее такая. Не маленькая. А вот это место да. Там такой родничок. Вот здесь. Сними где. Вагонка фанера. Ну конкретно занесенная. Согласен. А мы кушать не будем да? Нет. Мы экономить будем. Шутка это такая. Что ж ты ничего не видишь? Нет. Вот эти шапки с ними на деревьях. Нет. Не видишь. Вот там шапки на деревьях. И дорога у нас тут. Ну уж дорог то я повидал в своей жизни. Дорога вот эта тоже красивейшая если честно. Потому что ну это реально ущелье. Естественно мы едем вдоль речки в одно ущелье. Это тут уже недалеко Серебрянск. А Серебрянска чего название? От слова Серебро же? Я так правильно понимаю? Наверное да. От слова Серебро. Александровка не стали мы заезжать в Серебрянск. Но особо его не видим нужды. Потому что как бы тут снега но в пределах нормы. Поэтому там ничего сногсшибательного мы вам не снимем. Хотя елки можно было снять же ГЭС. Да на ГЭС доехать. Ну нет у нас желание все равно доехать до Бухтармы хотя бы. И может быть до Алтая. Мы специально приостановились чтобы пропустить. А то за собой какую-то мы создали. Мы то вроде как киносъемка у нас. А люди за нами едут не поймут что к чему. Какие тормоза едут. Мы все слушаем Чехов. Вот с высоты. Это как поселок Октябрьский или Новобухтарман. Цементный завод. Мы этим цементником, цементником поторговали. Ребята я сам разгружал КАМАЗ. С КАМАЗистом со своим 10 тонн. Не дай Бог каждому. Раза три наверно или два. Как вспомню так строгну. Вот было делать нечего. Вот мозгов то не было совсем вообще. Потому что смысла в этой торговле не было. Это так называется. Месить воду в решете. Это точно. Но цемент зато хороший правда если честно. Цемент замечательный. Вот не можем выехать представляете. Из канавки. Вот честно. Не хочет выезжать машинка. Вот сейчас выехала. Вот так вот. Нет ты снимай снимай. А то у меня тут корреспондент не хочет снимать. Просто. Просто. Здесь. Дорога вот эта. Покрыта льдом. Грубо говоря. Эй. А почему. А потому что. Бухтарминское водохранилище. Оно работает как. Господи что то нам уже не нравится ехать так. А потому что. Бухтарминское водохранилище. Оно работает как холодильник. Если. Осенью. Здесь наоборот. Поздняя осень. Потому что. Вода отдает тепло. То. Весной. Здесь. Позже будет весна. Чем в городе. Потому что. Льд. Будет долго долго отдавать холод. Сейчас мы. Попробуем. Сверху тоже. Посмотреть. На Бухтарминское водохранилище. А снимаем мы. Новую Бухтарму. Это. Новая Бухтарма. Потому что. Нам написали про ридер. Что жалко. Мы не сняли ридер. Но тут реально. Вообще. Гололёдище. Не знаю. Как дальше нам ехать. Не ехать. Что-то нам уже не сильно нравится. И не выехать. Самое интересное. Вот что самое интересное. А вот тут. Слава Богу. Бог нас спасает. Можно выехать. Но мы хотим еще на рынок. Сейчас поехать. Здесь тишина. Вон тетенька. Тянет мешок. Молодец. Большой. Кроме гаишников. Здесь пока мы никого не видели. Но вот по такому гололёду. Как ехать. Я когда писал. Там гонщики. Хорошо там за меня. Один кто-то заступился. Написал. Что все шумахеры что ли. Реально. Ехать только вообще. На тихоходной скорости. Но вот это центр. Поселка Новая Бухтарма. И по этой улице. Раньше товарищи ходили троллейбусы. Сейчас конечно троллейбусов никаких нету. И проводов даже от них не осталось. А раньше да. Единственное было место в Сочи Казахстане. Где ходили троллейбусы. И они ходили от цементного завода. И поставил их по моему на цементный завод. В смысле купил и запустил. Королеусы как говорит Наташа. Вместо троллейбусов. Ну вот это для тех у кого ностальгия. Если кто-то вдруг уехал снова в Бухтармы. Теперь мы будем снимать центральные улицы. Потому что я сам жил в Астрахани. И помню как сейчас два упоминания. У Скаменогорска за пять лет. В Астрахани это был. Какой был? Наверное. 4. Плюс 5-8-9. Мост у нас какой-то там треснул. Ты помнишь как мост треснул? Да. Да. На Ульбе. Вот показывали новости. И еще по моему вот эту забастовку. Но забастовка это которая в Алмате была. Такой 89 такой. Ну да это 89. Все. Вот два упоминания об Ускаменогорске. Ну и естественно команда торпеда наша слава богу играла тогда. Вот поэтому знали город Ускаменогорск астраханцы. А так все. Раньше не было никаких ютубов интернета. Вот рынок выглядит зимой. Летом тут миллион народу и куча рыбы. Там вообще вот это рыбные ряды были.